Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня покажу вам 4 классных Бэйблэйда. Это у нас, конечно же, Сприган Рэквием, владелец его Шукуринай. Вот такой он, казалось бы, простенький Сприган, но в целом у него тоже, друзья, есть своя фишка. Не стоит недооценивать Спригана Рэквиема. Он получился весьма классный, весьма крутый, мне очень нравится, как он выполнен. У него прям вот здесь... Я разбирать, пока как собирать я не буду, потому что... Ну, я думаю, тут всё понятно и так. Особенно из прошлых роликов про Бэйблэйд из Лера. Вот. Очень классный Бэйблэй у меня получился, мне он нравится, друзья. Как он вам? Пишите, конечно же, в комментариях. Вот такой крутой у него драйвер, красненький. Он, конечно же, не переключает режим, как настоящий, но тоже ничего. По крайней мере, вот издалека смотришь, это Сприган Рэквием. Круто. Дальше. Зейтрончик. Зейтрончик вот такой простенький, чёрненький, казалось бы. Да не всё так просто. Видите, он какой. Здесь у него гладенько с одной стороны. Вот. А вот с этой... Ну, с двух сторон он как бы гладко получается. А вот с этой стороны у него, видите, такие как бы зубчики прикольные. Классно. Дальше. А, ну сверху понятно, рыжая часть, всё понятно. Бастеткскалибур. Ну, такая дешёвенькая версия. Видите, как бы меча пытался реализовать, не всё получилось. Но это уже, знаете, как из того, что было. То есть, когда детали не были, в Бэй получились классными круглыми. Кроме Роктавора. Роктавора я специально сделал квадратным. Вот. А когда уже детали кончаются, думаешь, ну, сделай уже вот такие штуки просто на ляпу и всё. Ну, а по-другому как, по-другому ещё. Вот. И вот такой вот Крэш Рагнарёк с такими вот характерными ему зубчиками рыжего цвета. Я думаю, Крэш Рагнарёк вообще улетел. В любом виде вообще всё, кто угодно его узнает. Сейчас я, друзья, до арены дотянулся. Вот она, аренка моя. Ну что ж, давайте попробуем первый бой. Ох, сразу. Сразу. С Крэш Рагнарёка сразу вот. Ну, то так и будет, я думаю, происходить. Давайте поиграем. Первый бой сегодняшнего дня. Ветер у кого-то ночи. Сприган Реквием против Крэш Рагнарёка. Итак. Так. Сейчас. Сейчас, сейчас. Ну, я не знаю, он не засовывался. Хотя в теории он засовывался, я же тестил его. Вот. Ну и все, и сразу полетели детали в мясо. Куда улетели? О, сразу отлетел еще кусок. Просто все, друзья, минус три детали у Крэша Рагнарёка. Я думаю, он сломался. А вот Сприган держится, Сприган, за счет своей гладкой формы, такие детали. Вот он, кстати, хорошо держится. Ладно. Сейчас я буду опять долго скручивать эту историю. Я не буду проматывать. Все показываю, как есть, друзья. Одним дублем, так душевнее. Зачем нужны монтажи, склейки? То есть, ну, камон, зачем? В данной-то ситуации, ну, что мне обрезать? Ну, зачем мне это обрезать? Вы должны... Понимаете, в чем суть? Вы должны видеть, что все по-честному. То есть, вот. Доверие абсолютно. Итак, следующий бой давайте проведем. Сприган Реквием против Галакси Зейтрончиков. Ого! Галакси Зейтрончик сразу скачил с спускалки. Ну-ка, ну-ка, Сприган, давай. Вот. Чем тяжелее быть, тем проще ему будет соскакивать с вашей спускалки. А Сприган получается как будто белый. Он так вращается быстро. И такое чувство, как будто он реально белого цвета. Так, столкновение было. Ну и в этом раунде проигрывает Сприган. При том, что Зейтрон же был первым, да, запущен? Давайте-ка перезапустим еще раз их. Ой. Подвис там, у меня подвисла пускалка. О-о-о-о! Е-е-е! Бой! Выбивание с ринга. 1-1. Ну ладно, дальше играть не буду, потому что детали потеряются. Потом их ищем. Извиняюсь. В общем, последний. Давайте проведем бой с сегодняшнего дня вечера у кого-то ночи. Это будет Сприган Реквием против Бастет Скалимура. Вот это будет очень круто. Я надеюсь, что вам понравится эта тема. Но если не понравится, то не пишите плохих комментариев, друзья. Я прикалываю. Я знаю, что вы у меня самые лучшие. И гадости писать вы не будете, потому что. Вообще, писать гадости, это что? Вообще, вы пишите гадости? Завидуете. Встаньте с кровати. Пойдите, сделайте что-нибудь достойное. В чем сложность? Итак, ладно. Это я уже отвлекся. Последний бой. Сегодняшнего. Вы поняли. Погнали. Вот, я понял фишку. Чем тяжелее Бэйблэйд, ну, типа Бэйблэйд, тем он... Ну, опять я буду... Ну, я, короче, уже руками буду играть. Чем тяжелее Бэйблэйд, тем он, соответственно... Да, блин. Тем он легче соскакивает с запускалки. Почему руками так не получается красиво, как запускалки? В общем, вот такое было сегодня странное, друзья, криповое видео. Кому понравилось, тому понравилось. Вот. А кто был сегодня круче, друзья, пишите обязательно в комментариях. Я обязательно все почитаю, посмотрю ваши советы. И всем удачи, всем пока. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и подписаться на канал Брикзон. Там тоже много всего интересного. Чао-чао, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok